Здарова! Вышли официальные рейтинги игроков FIFA 17 и так же как и в прошлом году я сделаю мини-обзор и скажу свое мнение по этому поводу. Поехали! Про статы я ничего не буду говорить, но тут в общем-то самый первый это Blesm2D, у которого карточка 86, писец! У него в FIFA 16 была карточка 84, а здесь в новой будет 86, я не знаю за что ему такой апгрейд дали, по-моему на евро он не очень смотрелся или я вообще не помню был ли он на евро, но в общем-то как по мне немного странный рейтинг, мне кажется и переборщили здесь. Далее у нас идет Пьер Эмирик Абамиянк, у которого тоже рейтинг 86 и блин вот это реально заслуженно, у него была 82 начальная карточка в FIFA 16, потом у него апгрейднули его до 84, а в FIFA 17 еще добавили 2 скилла и в итоге у него сейчас 86. Единственный минус этой карточки, которая выглядит в принципе бомбезно, это его дриблинг, всего лишь 32 особых приемов при дриблинге 80, то есть как бы у него есть все, но блин к сожалению тем кто любит покрутить стики или там на клавиатуре может кто умеет, это конечно минус, а та карточка шикарная и абсолютно заслуженная, один из лучших в своих сезонах, он провел и апгрейд абсолютно заслуженный. Далее Марселло, вот это вообще тоже интересно на самом деле, у него был рейтинг 83 в FIFA 16, в это у него 86 и как по мне это абсолютно заслуженно, Марселло давно уже играет на высокий рейтинг, единственное в этой карточке, то есть как бы при первом же информе эта карточка будет 70+, для защитника это просто нереально, это раз. Во-вторых, 4 звезды особых приемов, 4 звезды слабой ноги, это охеренно просто для защитника, единственный минус этой карточки это его скорость, то есть как бы к тому же Альбе в скорости он будет уступать, но та карточка абсолютно шикарная и апгрейд абсолютно заслуженный. Дальше карточка, с которой я не совсем согласен, это Димитрий Пае и рейтинг 86 в 17 FIFA, блин, ну не знаю, вот честно. У него был рейтинг 82, потом его немного апгрейдили, по-моему до 83 или 84, не помню уже. Он провел супер сезон, то есть как бы никто на это не рассчитывал, возможно даже Вестхэм, они брали так среднего игрока, который вырос сейчас, что ли не в мировую звезду. Вот, после шикарного сезона в Вестхэме он провел шикарное Евро, хотя, хотя стоит отметить, что на Евро он феерил по сути только в групповом этапе. В плей-офф этот парнишек где-то потерялся, а в финале вы вообще знаете, что случилось, поэтому немного его Евро омрачилось. Но при этом он серебряный призер и шикарный сезон он выдал, но не знаю, 86 мне кажется это многовато. Ну и плюс конечно позиция ЛМ, я понимаю, что он в Вестхэме как раз на этой позиции играл, но наверняка все будут хотеть информ карточку на позиции где-нибудь ЦАПа, чтобы там его юзать. Ну потому что на ЛМ, мне кажется, мало кто его будет использовать при не очень хороших статах. Не для левого полуточинника, посмотрите, 87 пас, ему только на ЦАПе играть. Дальше у нас идет Айен Робен, конечно же, куда без него. И вот тут даунгрейд существенно, у него был рейтинг 90 в предыдущих ВИФЕ. В этой же у него 87 абсолютно заслужено, потому что у Ариена вообще последние сезоны не получаются. Постоянно травмы, травмы, травмы преследуют нашего лысого голландца. Блин, так статы остаются в принципе шикарными, но не знаю. Очень жалко мне его, из-за травм вся карьера, вся замечательнейшая карьера потихоньку подходит к своему завершению. А так карточка 87. Далее, конечно же, Давид Сильва. Возвращение, по-моему, к 15-й ВИФЕ, где у него была карточка ЛМа. Да, так и есть, это она была ВИФЕ 15. ВИФЕ 16 у него была карточка 88 на позиции ЦАПа. И она была просто шикарная, а в этой, посмотрите, опять 87, опять левый полузащитник. Ну, ё-моё, ну, сколько можно-то, ну... Ну, никто не будет его использовать на левом полузащитнике, понимаете? Никто с его показателями паса и... Ой, паса, пейса и, возможно, шутинга. Потому что, ну, блин, левша слева, не быстрый. Кому он нафиг нужен на левом полузащитнике? На ЦАПе он будет просто имба, а слева, я не думаю, что его будет кто-то юзать. А так, даунгрейд на минус один, ну, не знаю. Я бы ему 88 оставил. Далее. Посол FIFA 17 Хамес Родригес. У него была карточка 87. Ему карточку 87 оставили. Мне кажется, только за счет того, что он действительно стал послом FIFA 17. И как бы вот, чтобы не обидеть, возможно, ему карточку не даунгрейднули. Хотя сезон у Хамеса был просто ужасный. За стойкой игру всего же 12 голов, 12 ассистов. Вот, просидел на банке, когда пришел Зидан. То есть, не понравился французу сразу же Хамес. И сейчас продолжает сидеть на баночке. А так, а так, а так карточка, в принципе, неплохая. Далее у нас король Мадрида. Французский Карим Бензема. Которого была карточка 86, а стала 87. И это действительно абсолютно заслуженно. Лучший сезон своей карьере выдал Карим Бензема в этом сезоне. Собственно говоря, забивал очень много. Единственный минус мне поехал со сборной на Евро. Из-за своих режиссерских навыков. Но карточка абсолютно, как по мне, заслуженная. Все супер, все класс. Блин, только пейс обойму чуть-чуть побольше и дриблинга. А так, все шикарно. Далее. Артура Видали. Это вот действительно тот игрок, который при первом же информе будет все статы 80+. Шикарнейшая карточка. FIFA 16 у него был, по-моему, рейтинг 86. И он там получал сколько-то там Мотмот. И в итоге поднялся, по-моему, до 89. Но, короче, тот он так и не получил. Ну, шикарный сезон он выдал Баварии. Собственно говоря, стал чемпионом Германии. Хотя, это было, в принципе, известно еще, когда только Артура Видаль перешел Баварию. Что он уже станет чемпионом Германии. Собственно говоря, статы классные. Для позиций Сэма игрок абсолютно идеальный. Workrate и хай-хай. И, блин, единственное, что скиллмовцы всего лишь 3 звезды, а не 4. Если бы у него было 4 звезды скиллов, это была бы просто имбовишая карточка. А так, к сожалению, 3 звезды. Но, а так, Артука классная. Далее. Всеми любимый Серхио Бускетс. Да-да-да. Серхио Бускетс. Его апгрейднули на плюс 1. Только, сука, пейс у него все уменьшается. Я не понимаю, с какого хера у Серхио Бускетса? Пейс 42. У него был, по-моему, 55 в прошлом FIFA. Это было очень медленно. В этой уже 42. Ну, не знаю. Я смотрел много игр Барселоны. Ну, не верю я, что Бускетс такой медленный. Не такого быть не может. И шутинг у него 59. Пиздец. Что он, бить что ли не умеет? Нифига подобного. А так, карточка, конечно, классная. Конечно же, будет всех троллировать своим рейтингом. Но апгрейд нам, кстати, заслужил. Хотя сезон был не самый лучший для Барселоны.